Всем привет! Это первый мастер-класс о Marketplace, где я, меня зовут Иван и Алексей на примере везетвсем.ру расскажем, что такое Marketplace, в чем его особенности, как его строить. Это первый мастер-класс, он будет вводный, мы, в принципе, погрузим вас в тему. Итак, Marketplace, извечные качели или почему на каждый Uber приходится миллион мертвых стартапов. В принципе, что такое Marketplace? Буквально он переводится как «рыночная площадь». Если же мы перенесемся в область интернета, то… То примером может служить множество проектов, такие как вышеупомянутый Uber, Airbnb, eBay, как вообще классический Marketplace. И, собственно говоря, Иван будет говорить про теорию, а я буду стараться переносить все на практику на примере нашего проекта везетвсем.ру по грузоперевозкам. Чтобы вы понимали, о чем мы говорим, у нас две стороны – это грузовладельцы, которые хотят что-либо перевести, и грузоперевозчики, которые помогают им это сделать, предлагая им свои цены. Да, то есть, смотри, мы видим очень простую схему. С одной стороны – это заказчики, то есть это люди, которые хотят приобрести товар, услугу или информацию. С другой стороны – это исполнители. Это люди, которые могут этот товар продать, могут эту услугу оказать и могут эту информацию найти или создать. Вы, как Marketplace, объединяете обе стороны, иногда их больше, чем две, и помогаете им максимально эффективно обмениваться товарами, услугой и информацией, и при этом зарабатываете с каждой проведенной через вас транзакцией. Как итогом самого этого Marketplace является то, что вы еще сокращаете издержки. В основном задача Marketplace – это сократить издержки на поиск информации, так называемые транзакционные издержки. На примере «Везет всем» мы экономим время людям в поиске информации о ценах и вообще какие есть перевозчики на рынке, и мы экономим людям деньги, тем самым сокращая количество звонков, переписки, время на поиск. И вот все это все вместе называется транзакционные издержки. Вы должны понимать, что Marketplace что-то где-то должен сокращать и делать более эффективным. Окей. Есть достаточно частые распространенные ошибки в том, как люди эти Marketplace строят. То есть они начинают метаться сюда-сюда, писать какие-то многочисленные статьи, кто-то заливает огромное количество денег в контекстную рекламу, кто-то считает, что нужно начинать выступать на конференциях, чтобы о тебе все узнали. В принципе, есть хороший, правильный путь, который обязательно должен пройти каждый Marketplace, если он хочет достигнуть успеха. Это такие как Milestone – основные шаги. Это ликвидность массы пользователей, совместимость ожиданий, доверие и контроль качества. И каждый из этих шагов ведет к вашей ключевой метрике, единственной метрике, которая, в принципе, важна для любого Marketplace. О ней мы скажем в самом конце, давайте перейдем к каждому шагу поподробнее, ликвидность и критическая масса пользователей. То есть вам нужно начать, для начала нагнать именно на вашу площадку, на ваш продукт определенное количество заинтересованных юзеров. Есть две самые популярные модели для Marketplace, как их нагонять. Первая, я ее называю «всеядная модель», когда мы нагоняем пользователей, которые могут быть и заказчиками, и исполнителями. В нашей повседневной жизни это Avito, eBay, то есть мы можем там как и купить кресло, так и продать кресло, как заказать сантехника, так и быть этим сантехником. Нам нужно учитывать, что такие модели чаще всего это очень дорого, очень сложно, и если во второй модели, о которой мы скажем чуть позже, можно начинать с первой тысячи пользователей, то такие модели требуют работу от пятидесяти, от ста тысяч как минимум, чтобы просто все завертелось, закрутилось. И есть вторая модель – это построение Marketplace от привлечения исполнителей. Да, собственно говоря, Везет всем выбрал вторую модель. Изначально на этапе становления проекта, когда у нас был готов МВП, мы загнали туда перевозчиков. Слава богу, в нашем сегменте это делать проще, потому что мы даем им работу, и под этим предлогом довольно быстро и дешево привлекли первых перевозчиков в базу. Единственное, что здесь надо учитывать, что если вы работаете на таком масс-маркете широком, а Везет всем работает как с частниками, так и с юрлицами, мы возим все грузы. Один из наших таких внутренних слоганов – перевозим все везде всегда. Здесь мы вначале сконцентрировались и собрали перевозчиков с малотоннажным транспортом в простонародье «Газель» по определенному региону. И после этого начали добавлять заказы. Дальше, смотрите, то есть первый шаг – вы нагоняете массу пользователей. Второй шаг – это по-английски называется matching, мы называем это как совместимость. Вы можете на самом деле нагнать тысячу заказчиков, тысячу исполнителей, но в итоге быть еще дальше от вашей нулевой точки. Потому что, опять же, на примере Везет всем, вы можете нагнать тысячу газелистов, но привезти тысячу пользователей с металлом. Вам нужно их совместить. Давай на примере Везет всем, как это лучше всего сделать можно. Из нашей практики она не всегда была успешной, иногда была неуспешной, но поэтому и хочется поделиться с вами опытом. Обычно на начальном этапе ресурсов не хватает, чтобы нагнать всех и вся, и вместе их соединить. Обязательно у маркетплейса есть какая-то критическая точка, после которой он начинает работать сам, жить своей жизнью. Сделки начинают реализоваться, у вас появляется денежный поток, но чтобы дойти до этого момента, вам приходится в полуручном режиме, не стесняйтесь этого. Соединять перевозчиков и заказчиков в случае, как, например, Везет всем, то есть мы подключались и телефонными звонками, и через различные онлайн-сервисы из разряда чатов там, схожих с ними. Здесь самое важное, так как рук много не хватает, это сегментировать и выбрать какой-то участок, с которого стоит начать. Так как проект Везет всем, он был основан в Ростове, то, естественно, нам было проще и понятней начать с Ростова. Я не могу сказать сейчас, что это было правильным решением на тот момент, правильно надо было начать тогда с Москвы, потому что на тот момент в Ростове плохо еще про интернет все знали, про интернет-проекты. Но, тем не менее, нам в Ростове удалось протестировать две главные модели. Первая, а нужен ли кому-то вообще аукцион? Есть ли востребованность в аукционе со стороны небольших перевозчиков и частных заказчиков, коих в нашей стране очень много? И нам это удалось. Мы с Конституцией на Ростове взяли перевозчиков, подобрали заказы и в полуручном режиме их довели до сделки. И поняли, что получили фидбэк и разобрались, как дальше работать, что надо править. Окей, то есть смотрите, по шагам. Мы нагнали массу пользователей и с той, с другой стороны. Мы поняли, что эти две массы пользователей друг с другом совместимы, что этим заказчикам нужны эти товары и эти услуги, а эти использователи могут их сделать. Но это все равно пока что еще не приводит к покупке, потому что теперь мы работаем над доверием и контролем качества. Нам нужно убедить заказчика, что лучше всего выбрать исполнителя именно через ваш маркетплейс, а не просто в обход или через традиционные каналы, например, открыть газету и поискать некое объявление, то, что я вот оказываю какие-то услуги. Именно для этого, для убеждения, для создания лояльности и существуют в большинстве известных нам так называемых единорогах, то есть в крупных стартапах и маркетплейсах такие вещи, как оценка, отзывы, фотографии людей, фотографии машин, показывание машины, которая едет к вам по городу, если мы говорим о такси. Это не просто такая прикольная фишечка, это все сделано для того, чтобы вы доверяли этому сайту и четко понимали, что, ого, оказывается, я не просто заказываю такси, ко мне приедет Олег, который находится сейчас там и у которого есть такое количество отзывов. Мог бы ли я гарантировать себе такое глубокое понимание, если бы сделал это самостоятельно или по-старому? Возвращаясь к примеру с Везет 7, тут надо еще такой момент уточнить, что маркетплейсов много видов, мы работаем по аукционной системе, есть Uber-like механики, как с известными сервисами такси различными. Чем это отличается? Там вам перевозчика дают сразу, при этом стараются его продать, у нас можно выбрать, да, и есть определенный аукцион по цене. Чтобы выбрать, да, на начальном этапе мы, когда тестировали сервис, выбрать перевозчика было легко для пользователя. Он нажал кнопочку «Выбрать перевозчика», да, там контакты менялись, они поехали, ну то есть для него каких-то таких потенциальных там рисков, но он потом мог другого выбрать, еще третьего, пятого, десятого, никаких обязательств, да. Но когда мы ввели уже, то есть перешли на, мы называем ее авансную систему, то есть прежде, чем вы хотите заказать транспорт, вам необходимо внести аванс как заказчику, да, и платить деньги за отложенную услугу в нашем случае оказалось для пользователей непросто. Но мы сами слабо верили, что эта тема зайдет на рынке, но она зашла, зашла. Это 2013 год, и в России люди были готовы уже тогда платить за отложенную услугу, хотя все, что мы им давали после оплаты, это вот бронь на машину, которая похожа на авиабилеты, но и все, то есть там как бы, и здесь очень важно доверие. Во-первых, здесь важно отобрать исполнителей, потому что если вы из десяти первых случаев, девять у вас зафакапятся, то, скорее всего, дальше будет уже очень сложно продолжать. Поэтому нам пришлось, на тот момент нам казалось, что это чересчур меры и неправильный шаг, но в итоге практика подтвердила, что это правильный был шаг. Первое, собрать документацию по перевозчикам, это мы делали в ручном режиме, сейчас делаем в полуавтоматическом, никуда от этого не уйти, проверить документацию. Слава богу, сейчас все больше и больше появляется государственных открытых источников, по которым можно проверить правомерность предоставляемой вам информации от перевозчиков. Второе, собрать информацию о его транспорте. Рынок грузоперевозок в России это не стандартизировано, не формализован никак. Очень много там встречается и мошенников, к сожалению, и каких-то просто перекупщиков, которых как бы приходится фильтровать на начальной стадии, но только так можно гарантировать какое-то качество и гарантировать первый положительный фидбэк. Это очень важно на начальном этапе. Внутри системы у нас еще есть два, даже два рейтинга. Нам просто звездочек, как у такси, не хватает. Что такое звездочки? Это звездочки четыре, пять, не очень понятно. У нас есть и звездочки как рейтинг, и есть у нас такой параметр как уровень надежности, который формируется из количества, качества предоставленных документов, информации о компании, информации о машине. То есть мы, если честно, сейчас собираем все о перевозчике максимум, потому что нам очень важно, чтобы среди 6 миллионов перевозчиков, которые есть в России, 6 миллионов, если быть точным, грузового транспорта, с нами работали лучше и оказывали лучший сервис. Ну и смотрите, то есть мы собрали массу пользователей, две, мы их соединили, мы убедились, что они могут и должны работать с нами, потому что у нас реальные заказчики и качественные исполнители, и мы наконец-то побили кремень и высекли вот эту главную метрику, единственную метрику, на которой здесь ждется успех или не успех любого маркетплейса. Я сейчас покажу формулу, которая будет приятна любому гуманитарию. Это исполняемость. То есть на самом деле банально это количество заказов, которые вы реализовали, поделенное на количество заказов, которые пришли. Это самое узкое, самое сложное горлышко, которое в принципе будет встречаться в вашем маркетплейсе. То есть если у вас пришло 100 заказов, они отличные, прекрасные клиенты, но из них выполнился только один, значит ваш маркетплейс что-то делает не так. Вы должны начать копаться именно вот на этом первом этапе, потому что ваша главная роль как площадки это быть просто проводником транзакции, просто брать у одного клиента и передавать другому клиенту. Возвращаясь опять к Везет всем, опять-таки это формула такого классического маркетплейса, коим является Везет всем и сейчас мы даже может где-то его трансформируем, у нас две воронки, пользователь пришел и потом он исполнился. Заказ исполнился у этого пользователя. Это ключевая для нас метрика исполняемости заказов, да, тех, которые пришли. И самое сложное, то есть, во-первых, надо понять, от чего зависит эта исполняемость, потому что это и есть сам бизнес-процесс внутри маркетплейса, вы должны четко понимать, от чего зависит исполняемость. В случае Везет всем это количество цен, скорость поступления, то есть это только несколько из два десятка параметров, которые влияют на эту исполняемость. Обычно в интернет-проектах сразу бросаются смотреть конверсии, стоимость привлечения. Вы должны понимать, если у вас внутри не едет, то, что у вас вначале приходят там дорогие клиенты, это одно, да, это вы исправите, найдете, там уже есть все методики для этого. А вот если они внутри не едут, то как бы вы не уменьшали стоимость привлечения клиента, как бы вы не увеличили конверсию, вы не увидите денег. Поэтому самое важное, это внутри соединять клиентов, и они должны делать сделки у вас. Да, это действительно, потому что любой маркетплейс – это не просто про онлайн, это еще и про продукт. Как увеличивать исполняемость, как настроить внутренний маркетинг и что на что влияет, мы расскажем в следующих мастер-классах. Сейчас просто быстро подытожим то, что я очень люблю. Это… А, о, тоже еще есть замечательный слайд. Да, да, да. То есть смотрите, то есть все идет очень просто. Вы пригоняете пользователей, сегментируете, анализируете, кто вам даст деньги, где высокая исполняемость с хорошим чеком. Вы делаете второй нагон пользователей именно туда, именно там, где вам интересно, там, где ваши деньги, там, где ваша прибыль. И здесь вы находите точку G вашего маркетплейса, то есть grow точку. Чем больше ваш маркетплейс, тем больше у вас таких точек. Ищите их, это сложно, ищите, нажимайте, получайте удовольствие, пускай по вашему маркетплейсу циркулируют деньги и наслаждение. Очень многие, кто начинают только в самом начале делать маркетплейс, во всех презентациях, в рассказах, когда они общаются с клиентами, они фигурируют другими метриками, хотя на самом деле они не очень важны. Есть прекрасное выражение, очень его люблю, называется ванильные метрики. Ну, то есть метрики, которые максимум, что они делают, это щекочет эго основателей команды. Да, то есть для маркетплейса какие метрики вот на самом деле являются косвенными и второстепенными и никак не показывают успех? Ну, я чуть-чуть назад вернусь. Давай, давай, давай. Мы опять-таки, да, мы стараемся переносить на практику, вот вам кейс из практики, где точка G проекта «Везет всем» оказалось в свое время. Как я упоминал выше, мы начали с внутригородских небольших перевозок, частных лиц. В итоге, вот этой первой точкой G, которая была найдена, это переход на, это категория такая автомобиля, перевозка автомобилей по межгороду. Это та точка, которая позволила проект в свое время вывести на безубыточность и увериться, что наша система работает, и на ней можно заработать. То есть там оказался выше чек, там оказалась какая-то очень прям такая дикая потребность со стороны заказчика в поиске перевозчиков, потому что самостоятельно сложно перевезти машину, вы не каждый день с этим сталкиваетесь. И вот мы взяли вот этот маленький сегмент, сосредоточились когда-то на нем, собрали лучших перевозчиков, проверили, собрали заказы по перевозке автомобилей и работали в ручном режиме над одной этой категорией. Мы где-то работали над ней 3-4 месяца, и она поехала сама. И с тех пор она остается там, ну сейчас уже не ключевая для нас, если там в объеме выручки смотреть, но одна из самых вот успешных эффективных категорий, которые есть внутри нашего сервиса, это вот пример, когда удалось разделить, сегментировать, не хвататься за все, сосредоточиться на одном и дальше брать, брать, брать вот так по кусочкам и добавлять, добавлять на маркетплейс. Окей. А что неважно? Да, что неважно. Что неважно? Что неважно. Красивый дизайн, потому что маркетплейс – это инструмент, понимаете? Человек приходит за потребностью нужной, он должен быть понятный, но не обязательно красивый. Посещаемость, маркетплейс – это про сделки, это про то, как вы их сращиваете. Чем больше сделок у вас соединяется, тем лучше. Да, конечно, сделки зависят от посещаемости, если одни человек заходят, будет одна сделка, но все же, все же вы должны следить за исполняемостью, сначала исполняемость, потом посещаемость. Удается ли нам это внутри? Нет, это очень сложно, пока из того, что мы хотим, мы делаем на 50% нам это удается. И, опять-таки, размер общей базы пользователей, можно там говорить, кричать, сколько у тебя внутри зарегистрировано человек. А сколько человек лояльных пользуется твоим маркетплейсом? Сколько перевозчиков ставят ставки каждый день? С каким перевозчиком ты реально обеспечиваешь работу ежедневную? Сколько заказчиков возвращается к тебе с повторным заказом на твой маркетплейс? Вот это важно, а не размеры этой базы, которая зачастую на многих проектах оказывается мертвой и просто с ней ничего невозможно отжать. Ну что ж, это был первый мастер-класс вводный, мы познакомили вас с тем, что такое маркетплейс, я рассказал вам теорию, Алексей рассказал просто сумасшедшую практику из опыта везет всем, то есть абсолютно непридуманные реальные кейсы на очень сложном рынке в России, в следующих мастер-классах мы уже копнем чуть глубже – как мерить, что мерить, что мы применяем в работе, от чего стоит отказаться и когда нужно быть сильным и некоторых пользователей даже выгонять из своего маркетплейса. Вот такая вот затравочка. Увидимся далее. Всем спасибо.